Сердцем шутки плохи. По статистике, более 17 миллионов людей по всему миру ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Не менее миллионов в России. Чтобы страшное число постепенно снижалось, в стране работает нацпроект здравоохранения. Отдельное направление – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В чем его суть и как он реализуется в Ульяновской области, расскажет Максим Бажанов. Вера Панчева живет на таблетках с 2019 года. Тогда она впервые обнаружила проблемы с сосудами. Один из них был забит на 75%. Кровь к сердцу женщины практически не поступала. Ее прооперировали. После требовалась дорогостоящая профилактика. Причем регулярная. Женщина ежемесячно тратила на лекарства больше собственной пенсии. С появлением проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» она стала их получать бесплатно. Я живу за счет этого. Потому что мне просто это необходимо. Нужно пить целый год. Лекарства стоят очень дорого. Пенсия. Я не работаю. Я ухаживала за мамой. На помощь с лекарствами могут рассчитывать все пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания и операции на главный мотор организма. В течение двух лет раз в три месяца по рецепту лечащего врача. Таблетки можно получить в государственных аптеках. В доступе 23 наименования медикаментов. В выписке для пациента сразу уже указывается, что есть такая программа, что он сразу должен обратиться или к терапевту, или к кардиологу. И с первого обращения, с первого дня обращения ему должны выписываться препараты бесплатно. То есть по этой системе. Программа работает в регионе уже второй год подряд. Стоит отметить, санкции никак на нее не повлияют. Минздрав закупил таблетки с запасом. Хватит и на этот год, и на следующий. Плюс большая часть препаратов отечественного производства. В рамках этой программы Министерством здравоохранения Ульянской области было закуплено и передано на склад Ульянской государственной аптеки медикаментов на сумму более 230 миллионов рублей. В том числе в 2021 году на сумму более 123 миллионов рублей. Со слов специалистов, доступность медикаментов, двухлетняя профилактика – это все вкупе в будущем поможет существенно снизить страшную цифру летальности сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Бажанов, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.